Друзья, всем привет, всем здрасте! С приходом первых холодов в топе запросов любой поисковой системы находятся вопросы типа «как открыть примерзшую дверь в авто», «дверь примерзла, как попасть в салон» и прочие вариации на данную тему. И что самое печальное, пока эта тема не коснется вас лично, вы вряд ли начнете ею интересоваться и это, пожалуй, нормально. Говорю вам это опираясь на личный опыт, поскольку совсем недавно подобное произошло и со мной. Нет, я имел определенное представление о том, как открыть примерзшую дверь в авто, но никогда бы не подумал, что все может быть настолько серьезно. В этом видео, дорогие мои, поделюсь с вами драгоценным опытом и полезными лайфхаками, как быстро и эффективно открыть авто, у которого примерзли двери. Поехали! В общем, вся эта суета началась однажды утром, когда при попытке попасть в салон своего авто, я столкнулся с большой проблемой. Абсолютно все двери примерзли и никак не поддавались. После долгих танцев с бубном и кое-каких хитрых и не очень манипуляций, я все же успешно проник в собственный автомобиль и, скажу я вам большую радость, я испытывал разве что, когда открыл машину, после того, как она заблокировалась с ключом внутри. Но это уже совсем другая история. Короче, без лишних преамбул и отступлений рассказываю, как надо действовать. Начну с того, как нельзя делать, если дверь автомобиля примерзла. А нельзя в таком случае брать на силу и пытаться любой ценой открыть заветную дверь, чтобы проникнуть в салон собственного авто. Я понимаю ваше негодование, знаю, как это бесит, но все же, грубая сила здесь не поможет, а только добавит вам лишних проблем. Если начать дергать ручку, в лучшем случае порвете дверные уплотнители, в худшем – оторвете дверную ручку. Второй момент, который нельзя ни в коем случае делать – это пытаться отодрать резинку скребком или пальцами. Такой способ, безусловно, приведет к успеху, но какой ценой? Задубевший резиновый уплотнитель, скорее всего, деформируется или того хуже – лопнет. После чего вас ждет масса проблем, среди которых затекание воды в салон во время дождя, появление пыли и прочих неприятностей из этой серии. Также скребком, хоть он и пластиковый, можно рассорапать лаковое покрытие дверей или кузова. Поэтому такие методы мы отметаем сразу. Наша задача – аккуратно открыть примерзшую дверь, а не изуродовать ее. Третий пункт, который я настоятельно не рекомендую – это использовать кипяток. Не вздумайте лить кипяток на примерзшую дверь. Результат будет плачевным, вплоть до того, что из-за резкого перепада температур может лопнуть стекло. Поэтому думайте головой перед тем, как идти на такие меры. Ну и конечно же, я думаю не нужно объяснять, что никаких газовых горелок и прочих источников открытого пламени ни в коем случае мы не используем. Это табу, забудьте об этом сразу. Ну а теперь непосредственно о том, как можно и нужно действовать в случае, если у вас возникла подобная ситуация. Итак, начну свою инструкцию издалека. Предположим, двери замерзли не намертво, но все же ощущается, что они не открываются. В таком случае ваша задача, используя небольшое усилие, попытаться аккуратно продавить ледяную корку, которая образовалась на стыке дверей и дверного уплотнителя. Как правило, двери прихватывают после мойки или после дождя, на смену которому пришел мороз. Именно так у меня и было. С вечера шел дождь, а на утро мороз минус 10. В общем, начинаем простукивать кулаком дверь по периметру, нанося частые удары по дверной раме. Для тех, у кого нежная кожа на руках или нет желания бить руки, можно использовать пластиковую бутылку с теплой водой. Она будет более упругой, чем кулак и постукивать ее будет гораздо приятнее, чем кулаком. Чтобы избежать повреждения лакокрасочного, можно подкладывать полотенце или другую ткань, способную защитить ЛКП от царапин. Если водительская дверь не поддается, пробуем пассажирскую и все остальные двери. Ваша задача любым способом попасть в салон своего с кованого морозом авто. Второй шаг. Если это ни к чему не привело и ударов кулаком не хватило для того, чтобы открыть примерзшую дверь со стороны водителя, складываем руки, как при непрямом массаже сердца и делаем похожие движения только по отношению к дверям. Ваша задача слегка расшатать корку льда и тем самым отсоединить уплотнитель дверей от кузова. Напоминаю, каждое ваше движение должно быть осознанным и аккуратным. Не нужно наваливаться всем весом и прикладывать максимум усилий, потому как вес у всех разный и тем более усилия. Наша задача не сломать и не погнуть дверь, а просто разрушить наледь. Кстати, забыл сказать, что не нужно мучить все четыре или пять дверей своего авто. Все, что нам нужно, это открыть хотя бы одну примерзшую дверь. Все остальные откроются сами после того, как отогреются по мере прогрева мотора и салона. Предположим, что предыдущие манипуляции ни к чему не привели и вы по-прежнему пытаетесь попасть в салон своего автомобиля. Чтобы растопить корку льда, можно использовать спиртосодержащие составы, различные зимние омыватели и все в этом роде. Аптека, алкомаркеты и отделы парфюмерии есть повсюду, поэтому найти что-либо спиртосодержащие не проблема. Льем потихоньку и производим новые попытки открыть дверь. Второй вариант размораживателя. Можно взять распылитель, налить в него незамерзайку и спирт в пропорции один к одному и этим составом обработать наледь, после чего попробовать открыть примерзшую дверь. Напоминаю, что пробовать открыть необходимо разные двери, в том числе и багажник, так как в большинстве случаев какие-то двери прихватывают сильнее, так что имеет смысл поэкспериментировать с другими дверями. Из личного опыта скажу, что мое авто стоит возле дома и прихватывает, как правило, водительскую дверь, в то время как пассажирскую, которая направлена к дому, обычно не прихватывает вообще. Поэтому, если вы увидите зимой, что кто-то ломится в свой Вольво через пассажирскую дверь, знаете, это буду я. Третий способ. Если у вас примерзла дверь в машине, но ничего из вышеперечисленного не помогает или же у вас нет возможности купить спиртосодержащие средства, можно использовать теплую воду. Здесь ключевое слово теплую, не кипяток, а теплую воду в большом количестве. Чтобы вы понимали, что такое теплое, скажу так, это вода комнатной температуры, которая никак специально не подогревалась. Поливаем уплотнитель, постукиваем и пробуем открыть дверь. Способ под номером 4. Грелка плюс горячая вода. Метод хороший, однако он подходит больше для лобовухи. Хотя, как мне кажется, в борьбе с наледью все способы хороши. Принцип следующий. Берем резиновую грелку, наполняем опять же не кипятком, а горячей водой. После чего этой грелкой прогреваем периметр промерзших дверей. Пятый способ. Фен для волос. Тут в принципе подойдет и строительный, то есть бытовой, но мне кажется этот вариант опасен, так как температура у строительного фена очень высока и оплавить пластик или спалить резину можно очень легко. Поэтому лучше взять фен для волос и прогреть замороженные двери авто. Ну и последний известный мне вменяемый способ, как открыть замерзшую дверь в авто, это попробовать опустить стекла с ключа и таким образом попасть в салон. Короче, на некоторых авто, например, на моем Volvo V50 есть такая фишка, как опускание всех стекол с ключа. Функция прикольная и я часто ею пользуюсь, по крайней мере летом. Так вот, теоретически можно попытаться открыть стекла с ключа и уже через окно проникнуть в салон своего, я подчеркиваю, авто. Или же открыть стекла, через оконный проем завести мотор, включить печку и поднять стекла. Далее ждем пока полностью прогреется салон и оттают все отмороженные двери. Конечно же это в теории, многие из вас логично подумали о том, что если двери замерзли, то и стекла будут прихвачены. Вы безусловно правы, но попытаться можно. Не скажу, что это прям супер вариант, но бывает, что резинки уплотнителей примерзают, а стекла открываются без проблем. Так что я вам сказал об этом, а вы уже думайте, что вам делать с этими знаниями и решайте, подходит вам такой вариант или нет. Есть у меня немало бредовых или, точнее сказать, нерентабельных советов, которые тоже работают, но они не выгодны или слишком глобальные. Поэтому я их не предлагаю, хотя все же озвучу, мало ли. Например, можно вызвать эвакуатор и отвезти авто, у которого примерзли двери, в теплый гараж. Также неплохо было бы найти тепловую пушку и отогреть авто, как это делают на севере, но вряд ли в вашем городе есть такая услуга. Еще есть вариант накрыть машину большим покрывалом или тентом, под который можно запустить струю теплого воздуха. Например, из электроколорифера или нагревателя. В общем, мечтать не вредно. Таких идей у меня немало, но в реальной жизни бывает проще оторвать дверь, чем использовать такие варианты. Хотя все зависит от того, какую дверь и на каком авто. Ладно, короче, шучу. Первое. Прежде всего начну с того, что авто должно храниться в гараже. Это залог того, что по утрам у вас не будет подобных проблем. Второе. Если авто хранится на улице, следите за тем, чтобы на его крыше не было снега. Температурные перепады ведут к тому, что снег тает днем и под вечер в жидком состоянии. Его прихватывает мороз, создавая вам ледяную блокаду в виде примерзших дверей, которые невозможно открыть. Помимо этого, пользуйтесь лайфхаком, который работает не только по отношению к лобовухе. А именно, приехали, заглушили мотор, открыли все двери настежь и дали салону остыть, чтобы температура на улице и внутри авто выровнялась. В таком случае, если пойдет снег, он не будет таять на вашем теплом авто, превращаясь в воду. Плюс, вы сможете избежать еще одного гемора в виде наледи на лобовом стекле. Кстати, советую глянуть мой прошлогодний ролик про то, как быстро разморозить лобовое стекло. Многим он понравился, ссылку найдете в описании. Третий момент. Обработайте силиконом все резинки на дверях. Наливать сдуру не нужно. Достаточно будет легкого жирного блеска для того, чтобы двери авто больше не примерзали. Покупаем силикон в ближайшем автомагазине и обрабатываем уплотнители. Кстати, на некоторых авто эти уплотнители могут быть в разных местах, внутренние и наружные. Не забывайте обработать все до единого, это решение всех ваших проблем. Ну разве что за исключением супер экстремальных случаев, когда весь автомобиль покрывается ледяной коркой. Четвертый совет. После зимней мойки не ленитесь насухо до фанатизма продувать все дверные стыки и соединения. Вытирать их полотенцем и обрабатывать силиконом. От этого зависит, будут у вас вышеупомянутые проблемы или нет. Ну и конечно же, желательно не мыть авто накануне серьезных заморозков. Даже если вы все продули и вытерли, есть хоть и небольшая, но все-таки вероятность того, что где-то что-то останется и утром это не позволит попасть вам в машину. Хотя если резинки вытерты и обработаны силиконом, то вряд ли вам грозят проблемы. В общем-то и все. Мне кажется, это видео будет одним из наиболее исчерпывающих руководств по тому, как открыть авто, если примерзли двери и как избежать примерзания дверей авто в будущем. Хотя не исключаю тот факт, что у вас есть свои лайфхаки и рабочие секреты. Поэтому я конечно же прошу вас не скупиться и поделиться ими в комментариях. Я надеюсь, ролик был для вас полезным и помог решить вашу проблему. В качестве благодарности принимаю лайки, подписки, слова благодарности, а также полезные советы пусть даже не для меня, а для других автомобилистов, которые в них нуждаются. Всем спасибо за внимание, добра вам и удачи, дорогие мои. Ну и конечно же, до новых встреч на канале Знать Полезно. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok